Эх, лето красное, любил бы я тебя, когда б ни пыль, ни зной, да комары, да мухи, но Александр Сергеевич ничего не сказал про клещей. А это напасть на сегодняшний день очень актуальный и опасный природный элемент. Клещи буквально терроризируют любого человека, который по той или иной причине выбрался на природу. А некоторые люди из-за тех самых клещей, из каменных джунглей, не ногой. И поэтому, как самый большой любитель вылазок на природу, я решил посвятить этот видеоролик теми, как защитить себя от укуса клещей на природе. Домашние животные тоже являются целью клещей и доставляют очень много неприятностей, но это совсем иная история. Первое, что нужно продумать перед тем, как идти в лес, это ваша экипировка. Конечно, вы не рыбак, вы не охотник и не любитель собирать грибы. И специальных костюмов клещевок у вас нет. Поэтому в первую очередь должно быть минимум открытых частей тела. Поэтому начнем с ног. Должны быть штаны и штаны должны быть длинными. Естественно, обувь должна быть удобной. И носки должны быть длинные, в которые заправляются штанины. Потому что клещ залезает под штаны и там он вас достанет. Все, нижняя часть вашего тела защищена от проникновения клеща под одежду. То есть клещ, он ползет именно снизу вверх. Не найдя места проникновения под одежду, под штанину, он ползет дальше, 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 дальше и дальше. И тут он находит уязвимое место залезть вам под вашу футболку. Поэтому футболка должна быть заправлена в штаны и вообще желательно, чтобы вся одежда ваша была светлой. Почему одежда должна быть светлой? Потому что клеща на светлой одежде видно лучше, чем на темной. И если даже вы заправили свою майку, футболку или кофту в штаны, это еще вас до конца не защитило. Потому что не найдя место проникновения под одежду в поясничной зоне, клещ ползет дальше. И тут, если вы надели неправильную кофту, клещ залезет сюда. И он найдет, куда прицепиться и присосаться. Поэтому ваша кофта должна быть с длинными рукавами и максимально прилегающими манжетами. Это не самый правильный вариант, но это лучше, чем просто майка. Самым уязвимым остается ваша шея и голова. Но не будете же вы надевать какие-нибудь водолазки, плотно облегающие шею. Или немыслимые капюшоны, в которых, во-первых, некрасиво, неудобно, жарко и вообще душно. И в таком виде вы не получите удовольствия от природы. Поэтому нужно просто собрать волосы в пучок, надеть головной убор и все это туда спрятать. Все. Ну и не помешает, конечно же, обрызгать всю свою одежду какими-нибудь противоклещевыми средствами. И вот теперь можно говорить о том, что вы обезопасили себя процентов на 90-95 от укуса клеща. Итак, господа, обратите внимание клещ и как хорошо его видно на светлой одежде. Вы или ваш спутник обязательно заметят клеща и сбросите или вы его, или ваш спутник с вас его стряхнет. Ну и желательно, чтобы одежда была скользкой. А когда начинаются различные пятнистые моменты, тогда клещ уже не так заметен, как вы можете сами убедиться. Ну и еще один очень важный момент. В лесу нужно себя правильно вести. Не нужно лезть в какие-то дебри, в какие-то кустарники и высокую, да тем более сухую траву. Лежать возле нее или загорать. Нужно идти по тропинкам, бегать по полянкам и всегда держать в голове, что опасность, она рядом. Ну вот и все, господа. Придерживайтесь этих правил и все будет хорошо. Не бойтесь ходить в лес, отдыхать, загорать, получать удовольствие. Потому что если суждено, чтобы вас укусил клещ, этого не миновать. А вот это все вы пропустите. Всем удачи, пока-пока. Еще, 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 еще назад, еще, еще. И идете с сексуальной походкой. Вот этот кадр возьмем. Нужно, чтобы, это мне нужно, чтобы звук потом. Да, что-то я такую херню сказал. Отклячьте попу. Девушка. Однако надо спортом заниматься. Устал как голодный клещ. 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 Продолжение следует...